Ходит волна стартая, дальние дали маня, А сенеглуй, дорогая, дали маня. Уграшающая песня. Звучит гимн Севастополя. Звучит гимна. Воевали наши деды и прославили боя. Легендарь не Севастополь, неприступный, не врагов. Севастополь, Севастополь, Дорогие друзья, это был героический совершенно и фильм, и Василий Павлович сумел схватить те моменты, которые для нас очень дороги. Сейчас у нас 5 минут перерыв для того, чтобы еще раз посмотреть на картины, и через 5 минут в первом зале внизу торжественное открытие фото-выставки «Севастополь. Путь домой». Дорогие друзья, сейчас мы открываем выставку «Севастополь. Путь домой». Пожалуйста, просим, просим, Иван Иванович, мы сейчас здесь настолько замечательные и настолько великие люди, что это не президиум, это мы все здесь президиум, все, которые здесь были на параде, все, которые отстаивали «Севастополь», и мы, все мы вместе, одна семья. Давайте поаплодируем открытие выставки. Несколько слов хочу сказать об авторе этой выставки. Василь Пауз, вы его очень хорошо знаете, это кандидат технических наук, это человек, у которого более 50 научных трудов по информатике, заведующий кафедрой, и он не успокаивается. Его искусство, искусство фотографии, искусство прекрасного и гражданская позиция, вот здесь она вся представлена. Мы его знаем, и это те люди, которые двигают нашу культуру и наше искусство. Поэтому я передаю слово замечательному автору, который сумел создать такую выставку. Встречаем Василий Павлович Харьков. Пожалуйста. Спасибо, господи. Пусть все здесь такие эмоции, что мы прямо испытали, настолько, но трудно передать, какие здесь, низкий поклон вам. Я хочу еще раз поблагодарить всех. Я чрезвычайно сочетен вашим вниманием, готов как бы вот, когда память остается. Вот то, что мы сделали, фотоальбум Совета ветеранов Черноморского плода, два года встречи, осталось памяти. Эти снимки остались, эмоции остались. А через некоторое время они будут еще интереснее, надеюсь. Поэтому спасибо сохранять. А потом здесь цвет все-таки нашей России, а Мараки Черноморские, это передовой край, вот интеллектуального, вообще любого, так сказать, любого качества цвета России. Поэтому я не посчастливилась именно с черноморцами познакомиться. Спасибо вам, низкий поклон. И я хочу передать дальше, то сказать, Григорий Николаевич. Да, дорогие друзья, ну вы сами, кажется, и понимаете, и знаете, что Севастополь сейчас, и это совершенно яркая, может быть, где-то ответственная точка с Украины, с тем, что происходит на эту выставку, будут приходить дети, будут приходить школьники. Уже она работает, она уже пользуется вниманием. И сейчас, после такого вступления, я хотел бы пригласить микрофону, человек, который занимается художественным воспитанием, многие-многие годы имеет свой институт, возглавляет свой институт. Это народный художник, лауреат государственной премии, академик, академик художеств, академик педагогических наук. И наш глубоко уважаемый Борис Михайлович Неменский. Пожалуйста. А если я скажу, что он участник войны, то здесь бурные аплодисменты. Бурные. Дорогие друзья, предисловие было большое, а дело сделало здесь Василий Павлович. Он сделал изумительное дело. Он донес до нас и до тех людей, которые, детей, учителей, вообще наших москвичей, вот то, что происходит в Крыму, в Севастополе. Можно сказать тут двумя словами. Крым и Севастополь сделал то, что убедил нас, что русский народ не потерял свою пассионарность. Мы можем. И мне кажется, это главное, что сделал Севастополь и Крым, и это главное, что можно донести через эту выставку. Поздравляю вас. И мы сердечно благодарны всем вам за этот ваш творческий долг. Дорогие друзья, здесь столько погон, здесь столько званий, здесь столько замечательных людей, но лучше всех этих людей знает председатель Совета ветеранов Краснознамённого Черноморского флота. Поэтому я с большим почтением передаю микрофон Валерию Ивановичу Васильеву, который будет представлять слово. Да, действительно, давайте мы поаплодируем, потому что с собой труд человек идет, Совет ветеранов. Валерий Иванович, просим вас, и дальше ведите корабль. Дорогие друзья, конечно, то, что сотворил наш товарищ, наш ветеран по нашему совету Василий Павлович, это большое дело и в патриотическом воспитании, и в чисто, как искусство, которое здесь нам было предпочтено. 2014 год был годом хождения Крыма и Севастополя в свою родной Илона, в своей матери. И мы, как потомки этого события, должны оставить своим внукам, детям наш родной Севастополь, который оказался сейчас у нас в Крыму. Поэтому, учитывая, что у нас здесь присутствует мэр города Севастополя в 70-е годы, Иван Иванович Кириленко, я хочу ему передать микрофон. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Дорогие наши члены Библиотечества, дорогие наши грехи, советов ветеранов. И я потрясел то, что я сейчас видел, и поэтому Василий Павлович, несколько кламяюсь вам, и здоровья вам, счастья, и всего самого этого прекрасного. Я вам должен сказать, товарищи, что мне повезло, я счастливый человек, потому что я этому славному городу-героям отдал 42 года. АПЛОДИСМЕНТЫ И практически, когда приехали в Москву, в Москву, и когда случилось, то, значит, Хрущев подарил Украину, то, значит, пьяницей президент был, значит, вы знаете его, то подарил тоже второй раз Украину. И поэтому это печально, как говорится, ужасно осталось. А сейчас я вас хочу поздравить, значит, то есть, что Севастополь и Крым, значит, российские, три-четыре, ура! 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 Это во-первых. Во-вторых, Севастопольское землячество 30 октября постоянно проводит, как говорится, вечер, самым на высоком уровне, первую ворону и вторую. А теперь будем праздновать и третью оборону. Потому что, я вам прямо скажу, когда я прибыл по приглашению Лужкова возрождать, значит, Манеж, Манеж, и тогда я внес предложение, как и при Советском Союзе, значит, был Севастопольский, 30-й район, в Москве. И вот, когда прибыл в 93-м году, я этому, по приглашению Лужкова, я вам предложил, что давайте дружить. И мы подписали соглашение, замечательное соглашение по сотрудничестве городов, героев. И мы, пока, как говорится, пришел Юсенко, который разорвал это, и запретил нашему, значит, административным органам с дружить и так далее. Поэтому мы с Юрием Михайловичем, он патриот и города, и флота, и я тоже, как шок там не было, о нем говорят, но он так любил город и помогал так городу, что спасибо ему. И помимо этого, значит, мы встретились, встретились из Юсченко и сказали ему, выступали и сказали, что город Севастополь был и будет российским. Мы объявляем третью оборону. Поэтому я вам желаю всего самого прекрасного и так далее. то я хочу моего заместителя поздравить и вручить ей медаль это Лидия Дмитриевна Гриблева, которая руководит фондом по патриотическому воспитанию молодежи, которая заслужила. я обратился к министру обороны и тут уже на день флота и Валерию Ивановичу и другим ветеринарами я улучшал эти теперь хочу против игр. Дмитрий Кремлева Лидия Дмитриевна приказом министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2014 года награждена медалью Министерства обороны России, за возвращение Крыма в Российскую Федерацию. Вот так. Хочу сказать, конечно, служу Отечеству. Служу Москве и моему славному городу русской славы Севастополя. На протяжении всей нашей сознательной деятельности в городе Героя Москве, после передачи нашего славного города Украине, мы не забывали героический подвиг нашего народа. И все эти годы уроки мужества, славные страницы города русской славы всегда звучали в разных стенах музея, в разных образовательных учреждениях города Москвы. Поэтому я считаю, что весь наш общий с вами труд прошел не зря. И впереди большая работа. Я хочу вам сказать, что принято решение поставить памятник в Юго-Западном районе героям Севастополя. Это решение уже принято, уже есть готовый проект. Очень интересная скульптурная работа. Раньше мы хотели назвать эту работу «Мы еще вернемся», когда обсуждали. А вот сейчас, а сейчас мы вернулись. И поэтому действительно новая страница героям Севастополя также будет открыта на улице города Героя Москвы. Спасибо вам. Ясен. Орден почетного ветерана Юго-Западного округа. Спасибо вам. Слово предоставляется Василию Павловичу Харькову. Очень коротко. Иван Младший, а я хочу вам подарить те вот снимки во Севастополе, фотокнигу. Она есть для нас в виде фотокнига. И вот, у нас там доброго здоровья. Спасибо вам так всего. Я хочу предоставить несколько слов Волкову Евгению Владимировичу, представителю НПО «Родина». Дорогие люди, ну во-первых, всех вас поздравляю. Поздравляем с событий, которые сейчас у нас у всех, у каждого души, у каждого устного человека. У каждого, кто живет в России, это возвращение Крыма и Севастополя в лоно своей родной державы. Это самое главное. Ну и хотел бы коснуться вот нашей очень уважаемой организации, которую называет Валерий Иванович. Черноморцев, ветеранов. Значит, вы делаете благое, замечательное дело. Вы не только объединяете ветеранов, вы не только способствуете тому, чтобы каждый чувствовал, что есть плечо друга. Потому что во все времена служба во флоте, это служба, которая в одном коллективе, в одной кают-компании. Служба, которая, говорят, вот дальше борта, уже, извините, так сказать, все мы отружены одним. Или добром, или недобром. Я хочу пожелать, чтобы организация крепла, чтобы она также работала по поддержке ветеранов, по воспитанию молодежи. Ну и скажу, что фото-выставка замечательная, замечательная. Спасибо вам. Мы вот проходим, она не только для нас, которые, я вот 10 лет не был в Севастополе, и прошел очень много, во-первых, увидел лица, родные и знакомые. Это самое главное. Спасибо вам. Слово предоставляется автору, исполнителю, поэту, песеннику Лора Ватина. Добрый день всем. Я очень рада, что я вот на таком торжественном мероприятии и просто радуюсь, что судьбу страны, судьбу Москвы, всей России и главной Севастополя решили достойные сыны России. В жизни столько достойных, благородных людей, характером, духом стойких, чувство долга всего важней. В истории столько примеров, есть герои среди нас. Любовь к родине их безмерна, в решающий трудный час. Достойные сыны России, благородные сердца. Достойные сыны России, верные отчизне до конца. Достойные сыны России, пример мужества и сил. Достойные сыны России, честь вам и хвала. Герои нашего времени, России верные сыновья, придут на помощь без промедления, когда в опасности мать-земля. Подвигу есть всегда место, отчизну суметь и защитить. В сказках народных известно, добро должно победить. Достойные сыны России, благородные сердца. Достойные сыны России, верные отчизне до конца. Достойные сыны России, пример мужества и сил. Достойные сыны России, честь вам и хвала. Достойные сыны России, честь вам и хвала. Спасибо, Иван Иванович. Я предлагаю выступить Екатерине Алексеевне Цветковой, участником Великой Отечественной войны, которая 9 мая вступила в Севастополь со своей частью. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было в Кабардинке под Новороссийском. Наш привезли из Сталинграда. Мы ехали с территории, занятой немцами. И вот в Новосибирске я отшутилась в Кабардинке, там был лодский полуэкипаж. И однажды во время обеда, ну, были столы такие деревянные, и за столом вдруг тишина настала. Куда-то все повернули голову, к двери. Я продолжала есть. Все встали уже, пошли туда. И около дверей стоял челкаш. Вот в рваной грязной кормилке. Темятая у него была без козырка, он держал ее так. И лицо было такое вот, какое-то обездоленное, такое прямо тяжелое. Вот я лицо это запомнила всю жизнь. А я, сосед, говорю, что случилось-то? Да, Севастополь сдали. Он ничего не сказал. Это так все поняли, что Севастополь сдали. Я думаю, Минск сдали, Белоруссию сдали, там еще там сдали. Ну, что особенного Севастополь сдали? Пока я не увидела Севастополь в руинах, когда мы вошли 9, не 9, 11 или 12 мая, вошли, и увидела я вот внизу, с горы увидела этот разваленный Севастополь. Это не был, но был солнечный день, красивый был день. И вот даже страшно, даже как-то вот не совмещалась вот эта вот красота с этим разрушенным городом. Был памятник тот вебина, без головы. Рядом была вот эта... Графская пристань. Нет, не Графская пристань, а это... Сейчас кончаю, кончаю. Панорама севастопольская, она была без... Вот крыша одна, без костяк был. Вот такой я запомнила на всю жизнь Севастополь. И Севастополь оттуда я демберизовалась. И Севастополь в моем сердце далекий. Бои горы. Слово предоставляется Галина Ивановна, участнику войны, сложность севастопольца. Она душой и телом севастополь. Спасибо. К сожалению, я не участвовал в России в Севастополе, но я матрос Черноморского. Вот, воевали, участвовала в освобождении Новороссийска, Малая Земля, Керчь. Поэтому я себя так же считаю севастопольным. Всех поздравляю, счастливо. Мы снова вернулись в наш дорогой город. И Крым, слава, и слава, и слава, и слава. И всем, кто за это бороться. Слово предоставляет еще одно Севастополь, за этот участник войны, Давыдову Борису Владимировичу. Уважаемые мои друзья, наши ветераны, все, кто здесь присутствует. Я в Севастополь прибыл в августе 44-го года, после его освобождения. Север у нас туда прислали. Конечно, это была незабываемая картина города, разрушенного все до основания. Вот, кто знает, на корабле Сороли был экипаж. У нас вместо все, кто мы планки ставили, а спали на полу. Все было прекрасно. А потом город возродился, стал красивейшим городом Крыма. Белый, прекрасный город. Мы его так любим и не забываем. Спасибо. То, что город сам наш российский. Слово предоставляется в лице-адмиралу Кайсину. Это был начальник оперативного управления, начальник штаба Керч-Феодосийской базы. Тот, кто совместно с Иваном Ивановичем восстанавливал Севастополь и совершенствовал боевую готовность к Черноморскому полу. Останавливайте. Приготовлено. Нет, я о чем хочу сказать. Что что? Значит, вот я в музее, в любых музеях, вот здесь музей, мы посмотрели лубки, посмотрели фотографии. Это, на мой взгляд, история. История государства, история страны, история отдельного человека, отдельного. Семьи и возможностей. Мы были в Севастополе на 9 мая. Значит, в марте месяца, короче, описывал только указ президента, включение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Он запечатлел тот самый первый мир, когда народ Севастополя и также Крыма изъявил свое желание вот на лицах, на своем отношении, на тех криках. Помните, как мы шли, все кричали, спасибо, спасибо, завалили цветами. Вот будет 9 мая на следующий год, 70 лет, я уверен, что такого все-таки не будет. И больше, больше, больше нет. Но то, что запечатлел Василий, это важно. Вот это важно, что он первый, и вот это останется на том. Спасибо. Слово предоставляется полковнику авиации, который освобождал Севастополь, Сапун-гору, Михаил Ивановичу. Дорогие севастопольцы, я сердечно поздравляю всех вас с этим нашим знаменательным днем, когда Крым и Севастополь, как уже здесь неоднократно повторялись, вошли в состав своей матери Родины. Мы севастопольцы, а я имею право, наверное, себя тоже так называть, поскольку я освобождал Крым, штурмовался по Нгору, там был, к сожалению, ранен. Но все то, что мы делали, мы делали для того, чтобы освободить наш дорогой Крым и Севастополь, и чтобы он всегда оставался в своей Родине. А то, что случилось с 20-летним отсутствием, это, конечно, было для нас, можно сказать, трагедия. Я желаю процветания Крыму и Севастополю, всем севастопольцам, чтобы они всегда были здоровы, участвовали в военно-патриарическом воспитании нашей молодежи, чтобы молодежь была достойна своих отцов, дедов, матерей. В общем, слава Севастополю! Я хочу в заключении поклониться нашим ветеранам-участникам войны, которые принесли нам наш сегодняшний день, нашу Родину. Слава им и долгая жизнь! Спасибо! Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Совет ветеранов и тех людей, которые подписали письмо в защиту этого музея. Над музеем нависла такая же опасность, как над всеми организациями культуры. И сейчас я выражаю глубочайшую признательность Валерию Ивановичу и всем, кто подписал письмо в защиту музея, потому что так же он будет реорганизован и так далее. И остальных просто места не хватило. Так мы могли все. Да. Вот. Второй момент. Как член Союза художников, как член Академии и так далее, я обращаюсь к вам с просьбой и с предложением. Ваш Совет ветеранов может выдвинуть Василия Павловича на награду за эту работу. На награду. Да. И это реальность. Это может быть заслуженный деятель культуры или искусств. Это может быть заслуженный художник и так далее. Эта работа многолетняя, которую он ведет, это реальная. И в конце разрешите от музея выразить благодарность Совету ветеранов, Краснознамена Черноморского флота, его председателю Василию Валерию Ивановичу. Вот такая вот памятная грамота. Мы вручаем на память. Надеемся, наша встреча будет не последней. Мы будем встречаться. Такая же замечательная грамота академику. Ведь Василий Павлович академик Европейской академии естественных наук. в секции культурологии. Я думаю, что да, он и потрясающий специалист в своем деле. Все, огромное большое спасибо от музея. И просим вас, дорогие друзья, вашей поддержки и почаще у нас бывают. Спасибо всем. Не было бы Василия Павловича, если бы не было Надежды Юрьевны. Мы не сказали, что она является столпом, который поддерживает его творчество. И все эти оформления падают на нее. Так что мы должны благодарность быть и его супругами. Сейчас мы благодарность коррективная. Когда мы поднимемся за фуршетный стол, как раз и будет та благодарность Надежды Юрьевны. Слова, кто еще хочет, это тосты. Мы там за столом продолжим. Все, все. Образайте песно и мы... Хорошо, хорошо. Всех приглашаем на второй этаж. Севастополь остался в моей памяти как город, не просто герой, а как город, который, в общем, действительно являлся славой русских моряков. Я помню, когда шли разговоры о передаче Крыма в Украине. В общем, тогда в Севастополе еще так ничего не говорили, потому что Севастополь был подчинен непосредственно... И он был закрыт и был подчинен непосредственно в Москве. Поэтому, в общем, там разговоры. И я очень переживал, когда, в общем, это все было передано Украине. И очень рад, до слез, рад, когда Севастополь и Крым возвратился в Москву. Поэтому я еще раз предлагаю всем выпить за это историческое событие. За передачи Крыма и Севастополя в родную гаваль. За Крым и Севастополь! Три-четыре! А можно Севастополь? Ура! 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 А где там? Сейчас я просто девушек еще... Да, девушки пошли туда. Вот идут люди и тоже увидят все. Потому что нельзя передать вот так вот просто. Я и дома рассказываю, и друзьям. Это трудно передать. А на фотографии это очень много видно. Поэтому спасибо Василию Павловичу тебе за поюшки. Вот. Спасибо вам за эту большую работу. Ценную очень работу, которая останется в истории. И за талант Василию Павловичу. Три-четыре! Ура! 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 Действительно, полноцоварование. Надя, давай сюда Василию Павловичу. Ура! Кричали! Ура! Кричали за ваш талант, Василия Павловича. Ура! Я веду передачи. Песни Маши русской армии, русского флота и истории их создания. Выхожу в эфир каждую пятницу. 13-10. Средние волны. По интернету круглосуточные. Наша задача, наша задача, чтобы народ запел. А моя задача, чтобы не просто народ запел, а запел героические песни. Понимаете? Потому что героические песни сейчас нас поднимают от апатии. И народ должен перестать быть слушателями. с этими сосками, микрофонами, которые поют вот нам все время. Мы должны петь, потому что песня... Суворов говорил, солдат без песни, что без ружья. Понимаете? Это наш девиз. Песня воодушевляет человека, так сказать, за этим. Выставка прекрасная, потому что это миг истории. Миг истории, который уже никогда, правильно здесь сказали, никогда не повторится. Это наше достояние, это работа всех военных. Ведь я знаю всех, и сам служил. Я знаю, как каждый из них переживал каждый день, думал об этом. От этого нельзя было уйти, нельзя было скрыться. От этой несправедливости вопиющей. И поэтому сейчас Россия стоит на своей рейсе, идет правильным путем, и мужество, мужество, вот об этом я и говорю. До русского матроса знали целый свет, грянем-ка, ребята, о душе привет. Многоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогая и уважаемая Галина Ивановна, Екатерина Алексеевна, где она? Значит, дорогие мои, вот тут расхваливали тем, что они какое-то отношение имеют к Севастополу. Я хочу наделиться с вами своим отношением к Севастополю. Дед мой, след Макар Герасимович, был управляющим домами командующего Черноморским флотом до периода революции. Мой отец, след Евгений Макарович, родился в городе Севастополь. Моя мать, Свет Зиновья Петровна, родилась в городе Севастополь. Я родился в городе Хабаровске. Моя жена, Валентина Николаевна, родилась в Ленинграде. Вот такая разбивка. А мои дети, обе дочери, у меня две дочери, родились в Севастополе. Вот такая связь с Севастополь. Ну, а поскольку русское радио, русское радио, значит, за песню и патриотическую песню, надежды дают. Вот я вам предлагаю, значит, патриотическую песню о Севастополе, но поскольку я подводник, и все знают, что я люблю эту песню Пахматова и Добронравова, но со стихами нашего уважаемого Степана Степановича. А посвящал я когда-то эту песню Юрию Анатольевичу в день его рождения в Севастополе. Лодка диким давлением жата, да приказ дефилет на корму, это значит, что скоро, ребята, перископы увидят волну, перископы увидят волну. На персе тихо, час ночной, тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идёт домой. Когда усталая подлодка из глубины идёт домой. Хорошо из далёкого моря в Крым вернуться к родным берегам, в Севастополь, час славная доля, укрепляет лишь стойкость врагам, укрепляет лишь стойкость врагам. На персе тихо, в час ночной, тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины идёт домой. Когда усталая подлодка из глубины идёт домой. А теперь тост, а теперь тост, дорогие моряки. Поскольку здесь большинство моряков и посвящена сегодня наша дорогая, уважаемая воспитанница, нашим Василием Павловичем. Да, наш Василий Павловичем. Вот он, вот он. За него, за него. За то, чтобы все наши моряки возвращались к родным берегам. Вот это правило. Белыми и живыми. За моряков 3-4. Ура! 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 Спасибо. Это далеко не каждая пара может такое сделать. Это может только сделать люди, которые, вот, они живут в этом. И вот, да, и причём единомышленники. Это редчайший случай. Я хочу выпить за их здоровье. За то, что они вот такие. За то, что Валерий Иванович вовремя разглядел Василия Павловича и пригласил к нам. И он столько сделал уже для нашей ветеранской организации. Организовал один, второй, третий. А это всё популяризация. Понимаете, это всё воспринимается позитивно. Вот я хочу выпить, как врач. Прежде всего, за их здоровье. Будьте здоровы, долго. А вот этот стол Надежда Юрьевича сделала. Я к этому только как носильщик. Нет, я приносила и покупала. А вот готовила она. А поможем ты равно? Простите, поможем ты пошли. Нет, а рамки все оформляла опять она. Она не хочет. Я хочу сидеть. За Надежду Юрьевну. Персональ. Ура! 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 С единым стремлением, с доброй душой, с добрым сердцем, горящим сердцем. Потому что, несмотря на разные возрастные категории, все вы молоды, все вы энергичны, все вы любите жизнь, и все вы мечтаете о том, чтобы выросла достойная смена. Достойная смена и вносите огромный, колоссальный вклад в воспитание. Кажется, что, ну, вроде бы ничего особенного, но ваш труд, он действительно просто не оценен. Спасибо вам, дорогие, потому что, действительно, я часто встречаюсь с вами, вижу вас. Долгих-долгих лет вам жизни, кипучей энергии, творчества. И еще раз хочу сказать, заславлю наш город русской славой Севастополь, в котором мы трудились, жили, учились, работаем, и любим его всегда, на всю жизнь. Еще раз, заславь Севастополь, три, четыре, ура, ура, ура! За удивительное творчество этого удивительного человека, который действительно отразил вот те ощущения, те флюиды, которые мы ощутили с вами, будучи в этот великий День Победы, там, непосредственно, в нашем любимом городе. Спасибо вам огромное, и спасибо за ту честь, которую вы мне оказали наградить меня такой наградой. Спасибо. Можно я еще добавлю? Викита такая скромная. Мы с ней, вот я 12 лет живу в Москве, я столько гимнов написала разным родам войск. Мы с ней столько придумали, казалось бы, вот по зову сердца и душой. И главное, она была на многих моих концертах, знает о всех моих творческих победах. И она всегда старается в тени, но вдруг я узнаю, буквально позавчера было награждение Росвоенцентрии, что меня наградили почетной грамотой Министерства культуры за успехи патриартического воспитания. И когда я узнала, что это при содействии фонда патриартического содействия, именно при поддержке Ли Дмитриевна, я была настолько благодарна, даже сами мы ничего не знаем, оказывается, где-то в нашей работе. Я думаю, раз сегодня вас услышали, Степан Павлович... Василий Павлович. Я правильно сказала, а то я уже испугалась. Василий Павлович, тоже, да, поверьте. Хотя меня там наградили еще Дню России, я увижу, но пусть мне это было позавчера, я подумала. Наши работы, кажется, свыше оцениваются, и всегда верьте, что свыше поддержат нас, любя, потому что наши стремления видят там. Алла Берды, а я имею грамоту за воспитание молодежи от Черноморского, это, адмирал, ну, покойный, герой Советского Союза наградил, когда это Совет ветеранов Черноморского флота представил. За это я, она у меня самая почетная. Вот, тем более. Это я, Алла Берды, я Димовки. А, Валерий Иванович, напомню, Кузнецов, он забыл. А, нет, а вот, а медаль Кузнецов, когда наградили, я вот самая почетная, у меня наград несколько больше, но ранее в три. А вот самая почетная, это медаль Кузнецова. Рядом, Моисеев, это за победу в конкурсе по профессиональным делам, ну, а рядом за культуру, вот, так что, вот, она у меня одна из самых дорогих, вот она здесь. Спасибо. 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 Моисеев, я пустила слезу. У меня весь свидетель, который, на самом деле, настолько выразительный, настолько показал, показано состояние людей, что, конечно, поверишь в статистику, которая подтвердила, 96% населения Крыма проголосовало за проследование, за возвращение к России. Поэтому, поверишь, видя, глядя на те фотографии, на те снимки, которые сделал Василий Павлович. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я рада, что я могла поплакать сегодня от радости. Ну, тогда, как всегда, да, наши черноморцы… Три-четыре. Три-четыре. Ура! 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 Есть. И оно необходимо, если, да, очень много черного, да, но журналисты нет, и он нужен, но если только это, это уже своя отрасль. А светлая надо делать. Знаете, у нас было 20 лет назад вот такой лонус, Мы патриотические журналисты, мы не принадлежим к этой комборте, которая занимается этим. Мы готовы за слово жертвовать женщинам. Доказали сейчас наши журналисты, репортеры. Поэтому у нас тоже чувство оголенное. Всем на свете ты поведай, как на Крымских берегах. Воевали наши деды и прославили в боях легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков.